Ещё недавно сугробы только снились. Понадобилось всего несколько дней, чтобы зима вступила в свои права. Только в Витебске за одни сутки выпала декадная норма осадков. От юга до севера страна во власти стихии. Снег и метель добавили работы не только коммунальным службам. Борьба идёт с переменным успехом и с разными скоростями в городе и деревне. На дороге в Витебском районе выгнали даже погрузчики. В обычный день в ковше этого трактора песок. Сегодня снег. За смену успевает проехать километров 20. Это же погрузчик. Это же не специальная машина для расчистки. Просто не хватает техники, да кидают всё, что есть. В такую погоду нет надежды у сельчан на автолавку. В деревне Красный Двор в дорогу собрали любителя пеших прогулок. До ближайшего магазина около 10 километров. Нормально всё. Привыкли. Это ещё не снег. Снег ещё будет в феврале. А сейчас почти не расчищается ничего. Так нормально. Весь может. В Витебске на дорогах десятки машин, но вычистить сотни километров улиц сразу не получается. Опытные водители сегодня ставили своё авто возле дома, а тот, кто собирался в дорогу, с пустыми руками на улицу не выходил. В битве со стихией в ход даже идёт сапёрная лопатка. Тяжёлая артиллерия коммунальных служб со снегом борется круглосуточно. Отзывались отпусков и с выходных. Даже люди из больничных оказали некоторые содействие. Есть и те, кто такой погоде радуются, как дети. Без снега, оказывается, нет настоящих оздоровительных процедур. Вчера искупались в проруби, сегодня уже снежные ванны. Как только снег появляется, я постоянно закаливаюсь в снегу. Снежная ванна, она как-то мягче. Другое состояние снега, воды. Одним словом, ощущение хорошее. С приходом настоящей зимы все вспомнили о снежных забавах. Домой после школы сегодня спешили не все ученики. Родители, взглянув на одежду, и так узнают, где пропадали их дети. Олег Шапеля, Олег Горенов. Наши новости. Витебская область.